Дружба с миром есть вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом мира, то есть какая-то врагом Бога. Я делюсь своими впечатлениями. Когда первый раз я это прочитал, а работал на корабле, я его сразу выписал, в рамочку себе сделал. Дружба с миром. Теперь надо было в рамки мира найти и не ходить с ним вообще. Что значит дружба? А как общаться на работе-работать? Мне этот стих дал очень большой стимул отойти от мира и еще ближе предвиниться к Богу. Я посмотрел другими глазами. Дружба и напротив вражда. А у меня много друзей в мире. Есть такие люди компанейские. Душа общества называют. Где бы они ни были, заводил. Легко заводят дружбу. И вдруг сразу все надо стало перенимать. Да ладно бы можно было уйти и работать не нет. Менять некуда, море. Тем более учиться по профессии. А это каждому не такой выбор. И оказывается, дружба дружбе рознь. Можно иметь очень хорошее отношение с мирскими людьми и получить похвалу от Бога. Когда пути человека угодны Богу, то и врагов его примеряют с ним. И мы увидим, как израильтяне специально направляли делегации, чтобы заключить мирный договор с кем-то. И не просто договор, а войти в мирные отношения. И дальше написано, которые переходили в дружеские. Целое государство, которому запрещено было знать с язычниками. Это большая тема для размышлений. А если родственники, родные доживут с вами, а может быть они вас любят такие, как есть, или гонят, и все эти варианты мы должны проиграть, узнать, разобрать. Я попрошу завтра на эту тему провести дополнительные занятия после благослужения. У нас есть братья, которые занимаются им. Друг мира. И в Библии больше нигде ни разу не говорится. Опереться не на что. Только на исследованиях. Не повторяется Божие. Дружба с миром тоже нигде не встречается. Два слова, чтобы рядом встречались. На полной Библии больше нигде нет, как у Якова в одном стихе. Второе темопею. Третий главный, второй стих. Ибо люди будут нечестивы и недружелюбны. Я решил от силы посмотреть. Что почему недружелюбны? Изменчивы. Ты познакомишься с предателем. В дом ведешь убийцу. А дружба с миром может быть и через порог никто не путет. Сегодня очень удобно. Телевидение. Родителей нет. Дети запустили всех самых скверных людей, какие существуют. Они вошли в дом. Они воспитывают здесь для себя. Просто запустить сквернявство в дом садами-то нельзя. А через ящик можно сидеть и учит, научает, рассказывает. И притом грех делается привлекательным, интересным. Одно за другой печатают сейчас газеты, как убивают ученики друг друга. Школьница заказывает другим ученикам убить родителей своих. Да это в мировой литературе никогда не было. Ну, был достается, там, скоруху убил, расставщицу. Ну и все. Как на весь мир прозвучало это произведение. Как мы до этого зашли? А потому что люди будут недружелюбны. Стать недружелюбным не знайся. Писание говорит так. Число 16 глава 26 стих. «И сказал обществу, Моисей, отойдите от шатров этих нечестивых людей и не прикасайтесь ни к чему, что у них есть, чтобы вам не погибнуть вместе с ними». И вы знаете, что все до одного послушали. Хотя подобного бытия в жизни их не было. На что особенного я поставил рядом? Отбеги дальше, как от змея. Едва успели отскочить, как раздался грохот, земля разверзлась, и все полетели вниз. Живее сошли преисподнюю. Но не каждый же день это Богу делает. А хотя бы в Киеве целый квартал провалился, и на оплодном Парнауле сколько домов ушло, жители меня обвалы, уселивые потоки смывают. Все, только нет. От этого все бери в себя. Это мог быть я. Нам кажется, я никогда не буду, как вот бомжи ходят. Вот так ты не будешь, а по-другому можешь быть. Вот представьте, высокое положение. Я царь. Да у меня сколько подчиненок, меня любой возьмет на квартиру. Не любой. Да у меня 70 сыновей. Я буду жить у каждого по одному дню. Через два месяца возвращусь ими. Ни одного сына не будет в один день. Вы знаете царя Седекию, как с ним случилось. И почему-то так Бог допустил, что глаза выкололи. И крошки собирать по чужим столам пришлось ползать. Есть-то охота. И тогда как издевались. Если царя победить, как его употребить? То победитель, царь, садится на коня, а этот должен был сгибаться каждый день, но не на спину садить, а потом в седло. Это надо было придумать все вместо подставки. Чтоб каждый день ты чувствовал свое унижение. Где-то в жизни Бог нам правитает. Чувствовать унижение от вчерашних друзей своих, которые самые близкие люди будут. И они самое большое поражение нам на мыслях. Мы когда начинали строить потеряевку, первая мысль была и у батюшки. Приезжают родственники, сестра, брат, родные по отцу, по матери. Это первые помощники. А оказались самые негодные враги. Да не просто враги, разрушители. Не-не, а мужья их там, или жены. Это Господь посрамляет нас, чтобы мы полностью, доверяясь Богу, ни на кого не возлагали надежду. А как Богу будет угодно. Потому что так вот Господь. Так делай ты, и не знаешь почему. Книга Бытие, 3 глава, 3 стих. Мы считаем о том, что не прикасайтесь, чтобы вам не умереть, а по одному дереву была одна. И я понял, что это относится не только к дереву. Это глубокий смысл. Есть вещи, которым не надо прикасаться. Сегодня обманывают людей, лежит кошелек, где-то деньги. А мысли, если есть о деньгах, он тебя обязательно в дьявол подсунет. Не прикасайся. Это то слово, которое услышал Адам в раю. И Адам передал это Еве. Оно сегодня все еще звучит здесь. Не прикасайся, не заводи дружбу. У нас вопрос стоит, сейчас уходят из потеряющих, дети, учатся в городе. Как они себя будут везти? Что заложили родители, вот то они здесь и берут. Другого не может быть. Вы посчитайте, вот сейчас много печатают про мусульман, как у них. Советские туда уезжают и не могут наразоваться. Я, говорит, стал четвертой у него женой. Это такое счастье. Я стараюсь, я с одним жила пьяницей. А здесь, я знаю, на четвертую ночь он придет ко мне, она по расписанию может. На четвертую ночь. У каждой отдельной квартиры. Какое счастье. Она слышит только ласковые слова. Сумели они это покорить? А тут со своей женой не знаешь, как поправиться. Одна. И она, говорит, я сегодня ни одного плохого слова не слышал. А дядь, говорит, я проторчала, говорит, на базаре. Да муж дома пьяницами работает. Это люди не христианской нации со всей моей страны. Да дружба-то может не левшись мусульманином, водить, чем с таким, который уходит в церковь, да. Борис, что попало. Плач и реми, 4.15. Говорит о погибели, которая постигла людей, и о которой будет сказано, что их боли не будет. Почему? Дружба водили с миром, и Господь поразил. Мы должны устанавливать каждый день доброе отношение с Богом. Мой друг Христос. И вот в наших песнопениях, которые поем после службы, там часто повторяются. Правокамы как-то это не принято. Это не наши песнопения, но в них очень четко показано, Христос вдруг восполняет все остальное. Не он достаточен. Через время я найду большое сокровище, много друзей будет. Мир это то, что уволит от Бога. То, что отвлекает от поклонения Богу, что противится Священному Писанию. Дружбы с этим миром не води. Второе, корейцын, 6 глава, 17 стих. «Итак, выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и я приму вас». Вот что взамен той дружбы, какая есть. Меня всегда смущала дружба людей, которые у нас были и ушли. Они близкие отношения вели с родными. Сказать нельзя. Обзовут. Но постоянно. Я не приехал, потому что у меня брат приехал. А брат верующий? Нет, не верующий. Я не пришла в прочем. А на даче, там, у мужа день рождения, надо было готовить что-то. Вот такие вот слова. Это живут в миром самое неприкрытое. Ты будешь жестоко страдать. В первую очередь никто от тебя не обратится, а в тратке сам потеряешься. Так все случилось. Я многократно повторял. Отойдите от родных. Они не знают Бога. Зачем они вам нужны? Вы их лучше не делаете. Уже три года прошло, а никакие были, такие и есть. У меня очень большое радство. У нас здесь, наверное, живут дети отца-матери. Сразу определились, кто верит, кто не верит. Неверующие ко мне больше через порог не переступили. Если им нужен, я каким съездил. Встреча будет в другом месте. Они не нуждаются, если они отступники. Второе к Каринтиным. Говорит, что отойти и не прикасаться. Сирахов, 14.1. Кто прикасается к смоле, тот очернится. И кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему. Он нас часто обвиняет друг друга. Он гордый. Ты посмотри сначала, что такое гордость. Как ты это замечание сделаешь, так он гордый. Если ты не принял от него замечание, он гордый. А почему он должен принимать, если ты не прав? Ты сядь за Слово Божие, покажи, расскажи. Гордый тот, который противится Богу. Который не признает твои ошибки, когда он совершает их. Но это надо доказать. И по своей мерке не входит с гордым. Который назначен, как прикататься к смоле. Сирахов, 35.24. Кто омывается от осквернения мертвым и опять прикасается к нему. Какая польза от его омоления. Проходит время, уже год, второй. А ты все еще не определился с друзьями. У тебя были там друзья. Это уже первый день. Еще когда ты был оглашенным. Эти друзья у меня остаются или нет? Отлично мне Бог это открыл. Я сегодня вечером уверовал. И ночью стал писать письма всем по всей стране. По великому союзу. Друзей очень много. Все до одного отошли. Всем написал о Христе. Я нашел Господа, я примирился, если желаете. И кое-что выписал. Никто не ответил. Все кончилось. Ты сразу определи, друзья они это тебе или не друзья. Иногда пускают на квартиру неверующих. И я живу с неверующим. Это возможно. Допускаю по великой нужде. Если они не нарушают, не стесняют ничем. Но все же дружба должна идти в том направлении, чтобы человека привлечь. Лично я не могу представить, чтобы у меня на квартире жил совершенно неверующий человек. И ему какие-то порядки свои устанавливал. Скажет, у меня он по одной флажке будет ходить. И вместе вставать. А если он не молится? Ну не молится, это его дело, как у нас в лагере. Он не молится. Но он с нами утром должен встать. Встать и я, говорит, уйду всех. Можешь зайти. А не так, чтобы молились, а ты бы лежал. То есть чем-то где-то, чтобы они чувствовали. Прошла неделя, он стал становиться на молитву. Просто надо рассмотреть, для чего тебя Бог свел с этим человеком. Конкретно, по какому-то... Это нет такой схемы. Я не знал, как обойтись. Ты молись, и Господь уже покажет. Сера Ахов 28.9. Птицы цветаются в подобном себе. Скажи, кто твой друг. А я скажу, кто ты. Сегодня придумали, скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Ну, в общем-то, у православных можно понять. Сейчас скажи, чем ты питаешь на своем меню на неделю. И понятно, что православные не мусульмане. Не баптисты. Птицы в подобном себе. Вот теперь и посмотрите, для кого... Друзья, кого ты можешь назвать друзьями. Друг, кто то убит. Это того и я. Я слова даже не понял. А это слово он говорит сам, где Господь говорит все. Сын твой, Христос Христа. Сын, значит, он полностью заменил меня. Друг этот, меня нет, а он на мое место, как будто это я остался. Вот так и подруга твоя должна быть. Первая книга старая, вторая, вторая, второй сын. Рассмотрим, что такое мир. Сыновья же или были люди негодные, первосвященника, запятая. Они не знали Бога. Характеристика. А раз они негодные, не знали Бога, а зачем с ними общаться? Не знали Бога. Ты сначала узнай, знает он Бога или нет. А если он знает, то как, не летит ли, не заразит ли тебя и ближних твоих. Первая царь, 20-го, 30-й стих. Саул разгневался на Ионапана и сказал, сын негодный и непокорный, разве они, значит, ты подружился с сыном Иисеевым, нам срам в Сибири, нас срам в матери твоей. Как определил? С Давыдом дружба в срам. Даже не скажешь сегодня. А когда Давыдов побыть около этого места, Златоуз говорит, где он жил, на каком знайшем сидел, сегодня со всего мира стекается поклониться туда. На срам себе. На срам эти слова себе сказал царь. Ты царь, а он пастушок. Ты сгинешь в преисподнее, а он будет поднят на небо и сделается пра-пра-дедушкой Христа. Не определяй человека, потому что он тебе не нравится, а посмотри, как он любит Господа. Он из тебя бесов нагоняет, а ты людей подобных бесов наслал на него, чтобы снять с него голову. Второй царь, 20-й глава, 1-й стих. И там случайно находился один негодный человек, Сабей, сын Беры, и сказал, нет нам счастья в Давиде. Пашатурам, сыны Израиля. И расколол Израиль. Вот такие друзья. Вчера был в Горьске. Вчера слушал приказания. А сегодня отошел. И Израиль по сегодняшней день не может собраться. Один в воздух. Надо определять. У нас, я скажу, в общем и были эти люди. Я многократно это испытывал. Мол, надо Бог хранить. А они отходят, ну, 2-3 человека. И вот такие совеи буквально на каждом шагу. Они ничего не могут сделать. А где он? А какие последствия? Единый мощный Израиль раскололся на два государства. И как будто внешних врагов не было. Они всю жизнь хрестали друг с другом и что? Друг друга. Равам и Равам. Только разница в одной буквы-то. И битвы такие, что по 500 тысяч человек убивают евреев и евреев. А всего-то ничего сказал. По шатрам. По каким шатрам? Да он скуда умный Равам. Ну и что? За ним умный придет. Там еще и зеки, и оси. Там мудрый старей Бог даст. А те, которые отошли, там только смуты начались, перевороты, убийства. И от них никто не произошел. Оказалось, они хотели лучшего. Демократию заребить. Как будто без дружбы прожить нельзя. Если у тебя нет друзей, зла-то он говорит. Это настолько опасно, что по этому пункту тебя Бог будет судить. Ты умер, и за тебя помолиться некому. Ты заболел, и никто тебя не посетил. Это очень тревожная обстановка. Запиши, придешь домой сегодня, чтобы не зря, что я старался о дружбе говорить. И скажи, а кто у меня друзья? А кто от пари друзей? И почему я их не приобрел? В ком вина? А эти друзья, какие у меня есть сейчас? Кто выше тянет меня? А кто на месте держит? А кто меня назад тянет? Разберись маленько. Работа-то предстоит большая. Классификации друзей-то устроить. Посмотри, кто главный. Внезапно друзей может не быть. И тогда ты поймешь. Трича 22-24. Не дружи с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым. Сразу запиши, что это человек гневливый, опасный. Для него пролить кровь, когда никого рядом есть, как бы ничто. Если он гневливый, вспыльчивый. Пересмотри свою дружбу с таким, чем наедине. Не останавливайся, не оставайся. Так говорит Серахов. Так говорит Требудрый. Второе. Коринцам 6-14. Не преклоняйтесь под чужой игорь с неверными. Ибо какое общение правильности с беззаконием? Что общего мы со светом? Два вопроса. Правильность и беззаконие. И определить, ты правильный или нет. А как самого себя сказать? Во Христе. Не нарушаешь ли ты посты? Стремишься ли ты в Храм Божий? Какие тебе делают замечания? Как любишь Слово Божие? Всего какие-то определители и рамки есть. Которые человек ничего этого не имеет. Почему ты туда тянешься? Вопрос. Что общего с света с татьмой? Ну и скажи, что общего? Ничего нет. Так верующая, с неверующая. Ну почему там такая дружба? И в чем она заключается, эта дружба? Если ты хочешь проверить, друг, он тебе нет мирской? Я прошу, позови меня. Я тебя при одной встрече определю. За один раз выявится. Меня пригласили иногда рассмотреть библиотеку друзей. И в один день все решалось. Почему? А мы вместе помолимся. Эти люди сразу же определят. Блюзок ты мне или нет. Вот почему будет определяться. Я с ним буду говорить, а ты уже конкурсно в сторону склонишься. Не так, что я напал бы на него и все. Я буду с ним разговаривать. А ты себя будешь определять с кем-то, со мной или с ним. И в конце беседы ты прямо уже начнешь за него заступать. Или на мою сторону встанешь. Будешь говорить те слова, которые давно надо было сказать, а он не сказал. И вы же с ним расстанетесь. Мы совсем чужие. А как же мы так? В житиях святых, говорится, долго было, два, не развеют. Но один другому почему-то христианин, не христианину, всего не говорил до конца. И однажды приходит христианин и печальный такой. А чего печальный? Да мы же расстаемся и больше не встретимся. Христиан ставят ловить. Я завтра пойду на казнь. А кто не христианин, те будут дома. А почему я не могу пойти? Я давно христианин. Скажешь, да ты же не крещешь. Только ты мне не предлагала. Я уже давно все принял, что ты говоришь. И он вместе с ним пошел. Да как раз договариваете? Сегодня смерть твоему другу и мирскому. Начальнику с кем хорошие отношения. А ты до конца ему о христе не сказал. Ну и как это будет? Ты будешь горько плакать. Душа ушла неспасенная. Друг бы свой человек направляет, говорит, как? Чтобы друг-то был похож на него. Третья царь, двенадцатая глава, десятый стих. И первая Маковейская, двенадцать один. Иоаннафан, видя, что время благоприятствует ему, послал мужей в Рим, установить и возобновить дружество с римлянами. Так что дружбу можно, оказывается, возить. И через эту дружбу людям дать просвещение. Если видишь, они поступают справедливо. Боящийся Господа направляет путь свой так, что полом сам таким делается и друг его. Большая задача. Как это сделать? Как подойти? Если узнать сначала, верит он в Бога или не верит. Дальше, как принимать Слово Божие. Вот у нас это написано в четвертом томе от книги нашей. Как с кем беседовать? Определи и начинай работать. Подставь конкретную задачу. Каждый раз, как следоваться, шаг вперед. Что-то приготовил. Дай посчитать. Узна, интересуется он Словом Божьим или нет. Что вообще его интересует? Ну, нащупай. То место, через которое можно ввести свои войска. Найди где-то пролом в стене. Книга Оси, 8 глава, 8 стих. Поглощенный Драиль. Теперь они будут среди народов. Как негодный сосуд. Да здесь Драиль выше всего должен стоять. Да теперь образуется в задпетке мысль негодный сосуд. А тогда я еще буду с ним знать. А Господь так делает, послал на обучение, чтобы посмотрели. И Господь говорит, ни один народ так дико не обращается со своими божествами, как вы со мной обратились. Кто забывает свои божества? Не могут никак вонзолей закрыть. А Бога запросто забыли, храмы поломали. Вот такая была тогда ситуация. И весь народ делался негодным. Как он может быть негодным? На пророку Господь говорит, да тебе что, пояс? Новый, хороший мне дали свой мир. А теперь его на моче и пойди там в камни положи. А потом через три месяца взял, он сгнил. Вот так, народ мой. Пока ты вокруг Господа, вот так вот. Все западные вокруг тебя. Тогда все целое и чистое. Значит, ты узнай сначала, ты сам подпоясан или нет. Друзья твои подпоясаны законом Божиим. Имеют они Святую Библию и дружбу свою направляют так, чтобы ты был ведущим, а за тобой был ведомый. Расскажи им о Христе, что верующий Христа не постыдится, как многое Господь дает человеку в этой жизни. Это цель жизни, смысл, осмысленность. Нет страха. Как ты ведешь себя в болезни. Каких зверей Бог дает. Чтобы он увидел красоту христианского учения. Не просто ты еретик или невежащий, переходи к нам. А ты покажи, что впереди нас прошли такие-то люди, те более православные. Это целое, огромное-огромное войско прошло. Назови хотя несколько их и скажи, вот они были падшие, они ничего не знали. А теперь они пришли, как Мария Магдалина. И что они получили? Входя в христианство, мы получаем друзьями всех, которые до нас жили. Все, которые верили. Я вот считаю мысли каких-то святых, у которых по Писанию сходится. Я как будто вместе с ними. Читая священное Писание, со мной рядом лежат пророков. Я о них пишу, каждый день молюсь им, разговариваю. Это наши друзья. Притом, друзья не мертвые, которые не слышат, которые каждый день слышат и отличают. И у нас нет никакой нужды, вводить дружбу с миром. Потому что для мертвых, то у нас и места нет. Сердце наше заполнено Господом. И любовью к тем, которые любят Господа. Аминь. 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 Продолжение следует...